Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Салон – это то, что предлагается нам взять из истории, а значит, оказаться среди благородных людей, которые собирались в салонах по изучению чего-то важного, чего-то ценного и, на самом деле, меняющего ситуацию. И поэтому сегодня для нас это тоже салон, который из прошлого говорит к нам, а не из настоящего. Сегодня есть салоны красоты, салоны различного рода ценностей, которые сейчас подняты на пьедестал, но я вам все-таки предлагаю прийти в салон красоты внутреннего мира, а значит, изучение того, что нас делает такими, что нас приводит в соответствие высокой задачи и цели, которые Бог о нас предусмотрел. Поэтому каждый раз, когда мы прикасаемся к ценностям библейским, к этой значимости жизни человека – это то, что делает нас красивее изнутри, гармоничней, а значит, приводит к полноте счастья. Потому что счастье – это внутренняя категория, которая начинается с гармонии с самим собой и с Богом. И тогда это приводит нас к гармонии с окружающими, по крайней мере, с той категорией людей, к которой мы можем быть идентичными, либо на которые мы можем повлиять и изменить ситуацию к лучшему. Поэтому я верю, что такие преображения в обществе сегодня возможны, когда есть люди, которые знают, кто они, для чего живут, куда идут, и что Бог предназначил нам на этой земле сделать. И дальше мы с вами двигаемся по 18 главе Евангелия от Матфея. Если вы помните, то это Евангелие написано было для евреев с учетом их особенностей культуры, особенностей их ценностей, которые они хранили в течение многих столетий. И поэтому многие нюансы нам не всегда понятны глубже, чем то, что говорил Иисус. Мы иногда просматриваем через призму современности нашей культуры и не замечаем того, что являлось огромной ценностью в глазах еврейского народа. И они понимали ту или иную притчу гораздо глубже, чем мы с вами сегодня. Это как раз то, о чем мы сейчас будем прочитывать из этой главы дальше, где написано. «Ибы сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся, не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». О чем нам говорит эта притча? Прежде всего, что овцы – это образ жизни израильского народа, они питались от этого. Для них овцы – это то, что они приносили в жертву. Для них овцы – это их достояние. И поэтому они знают, о чем говорит Иисус Христос, так как плоскогорье, которое является ландшафтом и в Израиле, оно было непростым для того, чтобы пасти овец. Это не те обильные пажити, где овцы могут легко возлежать и никуда не уходить. А это, наоборот, поиск травы, так как там много пустынь. И поэтому овцы, которые начинали искать себе траву, где-то найти ее, и они могли уходить достаточно далеко в горы, спускаться, подниматься, ища себе вот такую пищу. И надо сказать, что одна заблудившаяся овца имела большое значение, потому что это были, как правило, стадания одного человека, а целые селения. И пасли их несколько пастухов. И здесь не идет речь о том, что один пастух оставляет 99 самим по себе гулять. И тем самым еще одну придет потом к разоренному стаду, которое уже так же все растерялось. Идет речь о том, что один уходит, оставляя стадо на других пастухов, потому что, как правило, там в израильском народе было по два, по три пастуха, так как они, еще раз говорю, пасли стадо села. Соответственно, если один уходил, то ему надо было найти овцу, во что бы то ни стало. Даже если она была уже растерзана, то надо было принести ее шкуру или кости в доказательство того, что ее уже нет тогда в живых, и переставали искать. Но, как правило, они были пастухи, которые очень хорошо научены тому, как искать овцу, и иногда они километры проделывали за овцой, по ее следам, опускаясь, поднимаясь, проходя какие-то леса и находили. Возвращаясь, все село смотрело, есть ли это овца, принесли ее или нет. И поэтому тогда, когда возвращались не все пастухи, то все село знало, есть необходимость ждать пастуха, который принесет либо овцу, либо то, что от нее осталось. И поэтому все наблюдали за возвращением этого пастуха. И когда он возвращается и несет угнанную, потерянную, несет на плечах, то это радость всего села. Подобные нюансы от нас с вами сокрыты из этого текста. Мы можем не видеть эту картину, потому что не знали особенностей того места и того времени. Но народ израильский это понимал, о чем идет речь. И какие уроки через эту притчу Иисус преподносил всем, кто его слушал. Дело в том, что таким образом он показывал, что человека, отдельно взятого, Небесный Отец, любит. Не общую толпу, не общее стадо, а он любит отдельно взятую овцу и готов фокусироваться на ней. Да, и остальные ему важны, но они важны настолько, чтобы их просто защитить от опасности и рядом останутся люди, которые сохранят их в этом стаде. Но он готов проделывать путь ради одной. Он готов проделывать эти опасные проходить дороги ради того, чтобы возвратить потерянное. И это, друзья, нам говорит о том, когда мы понимаем, что кто-то из Божьего народа потерялся, кто-то оказался где-то сейчас в лесах заблудившимся, это значит, необходимо взять его на руки молитвы, взять и применить ту подмогу, которая позволит ему вернуться и быть опять радостью для всех. От того, что целостность стада, сейчас я говорю целостность церкви, целостность народа сохранена. И если сегодня в вашем сознании, в вашей памяти встают какие-то лица, какие-то имена потерявшихся людей, ведь наверняка это не один человек. Если есть такие, то я хочу вас побудить сделать список таких людей и стать тем пастырем, который может отправиться в поиски таких людей и молиться пред Богом. Если вы сами не знаете, где они, то Господь точно знает, где они, и понимая, что это есть на его сердце, это есть в его желании возвратить угнанное, найти потерянное, то наши молитвы будут в его воле, а все, что по воле его, он слышит и отвечает. Поэтому имейте в виду, Господь хочет отвечать на такие молитвы, но так немного молящихся за тех, кого сегодня рядом с нами нет. Они ушли из вида, они потерялись, может быть, даже ушли с огорчением, может быть, мы на них были огорчены, и поэтому не особенно голос свой возвышаем за таких людей, но понимая суть сердца Христа, мы сможем тогда жить в этих ценностях, мы можем творить в этих ценностях, мы можем радоваться в этих ценностях. И потому он заботится об отдельно взятом человеке, и нам предлагает это делать. Не считать, что толпа или огромное стадо, большое количество людей нам является сегодня оправданием, что кто-то потерян, а может быть, даже и многие. Но из-за того, что есть еще больше пришедших, мы не особенно заботимся о тех, кого с нами сейчас нет. Но не так состоит с сердцем Иисуса. И он через эту притчу показывает свое отношение, свою позицию, свою любовь к отдельно взятому человеку. И еще нам говорит о том, что это притча, что любовь Божья терпелива. Он готов идти далеко, он готов искать, он готов возвращаться. Тогда, когда уже все пастухи спят, а вы знаете, что пастухи рано просыпаются, потому что в их обязанность входит уже выпустить стада очень рано из загона. И поэтому, если он всю ночь проходил, то утром он практически будет не спавшим и будет работать дальше. И, соответственно, еще какая характеристика Божьей любви? Она ищущая любовь. Это не та любовь, которая забывает, не та любовь, которая просто вычеркивает. Нет, это ищущая любовь. И он предлагает нам открыть свое сердце для этих характеристик. Терпеливая, ищущая, заботливая, а также радующаяся любовь. Тогда, когда находится один из потерявшихся, это не вопросы, не время упреков, а это время радости. Он нашелся. Помните притчу о блудном сыне? Он пропадал и нашелся. И сердце отца, оно выскакивало от радости. Нашелся тот, кто пропадал. Он сейчас не особенно задумывается о своем наследстве, которое данный сын потерял, прокутил. А он радуется, что сейчас он нашелся. И поэтому радующаяся любовь, а также она защищающая и охраняющая нас. Это любовь, которая ищет и спасает. И поэтому, друзья, каждый раз, когда мы с вами оказываемся в числе людей, которые ищут кого-то, которые заботятся о ком-то, которые защищают слабых, которые возвращают угнанное, которые помогают в становлении слабым и помогают им стать сильнее, найти свое место в жизни, то это Божья любовь, проявленная через конкретно взятого отдельного человека. И мы с вами можем быть носителями и даже проявителями этой любви. И Господь предлагает нам оказаться в этом числе. И я хочу сказать, что это на самом деле привилегия. Являть Божью любовь людям и проявлять ее в конкретных характеристиках. Поэтому, если захочется когда-то кого-то упрекнуть за то, что человек что-то не так сделал, не так сказал, то это, друзья, пусть будет не про нас. Потому что суд без милости, не оказавшему милости. А милость превозносится над судом. И поэтому у нас сегодня есть с вами возможность превознестись над судилищем через то, что милость будет оказана отдельно взятому человеку. И, идя по следам жизни Иисуса Христа, Он предлагает нам быть похожими на Него, быть совершенными, как совершен Отец Наш Небесный. По-человечески это невозможно. Но, исходя из тех примеров, которые нам Иисус оставил в своей жизни, либо в притчах, которые Он давал ученикам и вообще людям, последовавшим за Ним, то это для нас колоссальные уроки. Я очень хочу, чтобы мы с вами эти уроки могли не только слышать, принимать, но и растворять верой, чтобы это становилось образом мышления и образом жизни. А вы знаете, что таким, когда приходит в нашу жизнь именно так его совет, его слово, то это и есть преображенная судьба и это есть сформированная новая культура взаимоотношений. Я не знаю, как вы, но я для себя вижу цель сформировать новую культуру в обществе, в котором мы живем. Это культура почтения, это культура служения, это культура ценностей, это культура важности отдельно взятой личности, но которая может состояться только в сочетании с другими, а не в отрыве и не в одиночестве. И поэтому, когда мы с вами начинаем эти пласты сначала рассматривать, потом прокладывать, затем выстраивать взаимоотношения между этими пластами культуры, тогда мы реально можем влиять на общество. Я желаю, друзья, чтобы в наших с вами ценностях сложилось это удивительное сочетание того, что является личной ответственностью, личной платформой и пониманием силы взаимоотношений. Не махать рукой на того, который заблудился и потерялся, а начать вставать в ходатайственном проломе и говорить, Господь, если ты о нем заботишься, и я хочу положить ту меру молитв, на которой небо обязательно отреагирует. Я в завершении этой программы хочу вместе с вами помолиться о таковых людях. Может быть, вы к ним относитесь, может быть, вы знаете тех, кто туда попал, но молитва наша сейчас, молитва согласия, она будет совершать свое действие. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас помолиться за тех, кого рядом с нами нет, и может быть, уже даже давно нет. Но я верю, что сейчас в этой молитве совместной, в молитве согласия есть сила Твоего помазанного слова, потому что Ты нам пообещал, если двое согласятся на земле, и мы соглашаемся сейчас молиться о тех, кто ушел, о тех, кто потерялся, о тех, кто сегодня вдалеке от Твоего народа, во имя Иисуса Христа возврати угнанное, найди потерянное, привей опять то, что надломилось, и я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как это сделать, и молитва наша пусть будет тем материалом, который ангелы возьмут и будут употреблять. Я благодарю Тебя за Твой ответ и за Твою верность во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok